Сотрудники Института археологии РАН во время раскопок захоронения 5 века до нашей эры, расположенного на Таманском полуострове, обнаружили удивительную находку – греческий бронзовый шлем. Исследователи уже третий год проводят раскопки Некрополя, который находится в 4 километрах к северу от поселка Волна, у подножия горы Зеленская, в юго-западной части Таманского полуострова. Это поселение достаточно крупное для своего времени, и возникло оно в период позднего бронзового века. Со второй четверти IV века до нашей эры, в период колонизации Северного Причерноморья здесь существовал греческий полис. В ту эпоху значительная часть Таманского полуострова входила в состав Босфорского царства, эллинистического государства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива. Найденные во время археологических раскопок находки можно смело назвать уникальными. Но самая интересная находка – это шлем, о котором я упомянул в самом начале. Такой тип шлемов появился в Греции еще в VI веке до нашей эры и активно использовался до второй четверти V века до нашей эры. Единственный подобный артефакт на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии, в древнем Кургане у села Ромейковка. Каринский шлем, как называют его историки, стал одним из символов Древней Греции классического периода. Именно такие шлемы изображены на греческой вазописи, на статуе Афины, а также на воинах гоплетов, изображенных на барельефах Парфенона. Шлем полностью защищал голову, но ограничивал обзор по сторонам, поэтому считается, что воины в таких головных уборах, как правило, сражались в фаланге, в которой воину не нужно было следить за передвижениями врага сбоку. Позже эти доспехи стали делать так, чтобы воин мог поднять шлем и сдвинуть его назад. Верхнюю часть такого воинского атрибута часто украшали гребнем из конского волоса. По мнению археологов, шлем из погребения принадлежал греческому воину, погибшему в бою. Неизвестно, в какой войне он участвовал, это вполне могла быть завоевательная война Баспора против Синдики, государства, располагавшегося в южной части Таманского полуострова. По всей видимости, он погиб в битве и оказался похороненным не в родном городе, а поблизости от места гибели. Между шотландским замком Кавдор и печально знаменитым полем битвы при Каладене находится местечко, где расположены три загадочных объекта, известных как Клава Кейрнс или Балнуаран Клава. Среди обычных людей эти древние каменные сооружения чаще всего называют шотландскими пирамидами, хотя на классические пирамиды они не очень похожи. Но возможно, что в своем изначальном виде они действительно представляли собой нечто конусообразное или пирамидальное. Наука мало что может сказать об этих постройках, в том числе точно неизвестно когда и кто их построил, и тем более для каких целей они были созданы. Считается, что их возвели самые первые люди, пришедшие на эти земли. Эти сооружения имеют округлую форму и созданы из множества камней разного размера. Часть из них – вертикально стоячие плоские камни, явно предварительно обработанные, другая часть – обычные булыжники. У двух из трех обнаруженных пирамид есть узкий проход, ведущий в центр сооружения. Максимальная высота загадочного объекта в нынешнем состоянии 3 метра, а максимальный диаметр 15 метров. У третьей пирамиды прохода к центру нет, и неясно, как люди могли попадать внутрь этого древнего сооружения. Может быть она сразу создавалась запечатанной, и там внутри этого загадочного объекта неизвестные древние строители что-то прятали. Предполагается, что все три пирамиды представляют собой некие гробницы. Но и это тоже спорно. Во время раскопок в позапрошлом веке тут якобы обнаружили некоторые человеческие кости со следами кремации. Но их было так мало, что никто не смог опознать, были ли это останки одного человека или нескольких, и был ли он взрослым или ребенком. Археологи придерживаются версии, что данные сооружения – это погребальные комплексы бронзового века, в которых хоронили знатных представителей или вождей рода. По мнению ученых, данный комплекс мог использоваться как астрономическая обсерватория, а пирамиды древнего сооружения, возможно, ориентированы по расположению Луны на небе. Рядом с пирамидами расположено множество отдельных вертикально стоящих камней – менгиров. А по бокам на всех трех сооружениях можно увидеть загадочные камни со множества искусственно сделанных углублений. Археологи называют их чашами. Для чего были созданы эти чаши, никто не знает. Даже не ясно, созданы они были одновременно с пирамидами или в более поздние века и уже совсем другим народом, пришедшим на эту территорию. Все три пирамиды сложены из камней одинакового типа с красноватым оттенком. Ученые предполагают, что их построили для одной цели, вот только для какой – пока непонятно. Есть теория, что пирамиды использовались как места жертвоприношений во время дней солнцестояния или иных языческих праздников. Однако самые любопытные является астрономическая теория. Например, говорят, что все три пирамиды древнего комплекса являются центральной точкой огромной звездной карты. Так это или нет, ученые попытаются выяснить в ходе дальнейших исследований. Перуанские археологи уже долгое время ведут раскопки в 25 километрах от столицы Лимы, в местности Кахамаркилия. Эта территория занимает площадь около 167 гектаров и является одним из крупнейших археологических памятников в стране. В конце прошлого года здесь было совершено сенсационное открытие. В подземной гробнице была найдена необычная мумия. Она находилась в сидячем положении в позе эмбриона и была перевязана веревками, а ее руки прикрывали ладонями лицо. Создалось впечатление, будто мужчина умер, испытывая сильнейший страх. Открытие может казаться жутким, но этот мужчина не был напуган или замучен. Он был похоронен согласно принятым традициям. Тело принадлежало человеку возрастом 35-40 лет. Однако недавняя находка в той же гробнице добавляет открытию мрачности. Поскольку погребальное помещение было слишком велико для одной персоны, ученые предположили, что там могут быть похоронены другие люди. Так и оказалось. У входа лежало шестеро детей и семеро взрослых. На некоторых останках были явные следы принесения в жертву. Вокруг располагались миски, кувшины, остатки кукурузы, тыквы и других продуктов. По предварительным данным, мумия испуганного мужчины принадлежала человеку, обладающему высоким социальным статусом. Причина его смерти не установлена, но похоже, что в последний путь с ним отправили его слуг и близких. Даже дети, вероятнее всего, состояли с ним в родстве. В отличие от найденных взрослых, они были завернуты в ту же ткань, что и испуганная мумия. Образцы ДНК и обнаруженные артефакты отправлены на анализ, который позволит больше узнать о жизни этих людей. Эту необычную фигурку бронзового века на дне реки Толензи на севере Германии случайно обнаружил археолог-любитель Рональд Боргвард. О своей находке он тут же рассказал профессиональным археологам. Эксперты были поражены не только хорошей степенью сохранности артефакта, но и внешним видом и стилем изготовления этой скульптуры. К тому же, Боргвард в нескольких метрах от бронзовой статуэтки нашел еще и бронзовое кольцо. Анализ показал, что эти артефакты были связаны друг с другом, вероятно, они использовались вместе. Изначально археологи предположили, что артефакт представляет собой изображение богини. Науке известно около десятка подобных фигурок, которые были найдены ранее на побережье Балтийского моря. Поэтому считается, что подобные изделия могут относиться к скандинавской культуре бронзового века. Высота статуэтки составляла около 15 сантиметров. Она датирована VII веком до н.э. Фигурка имеет необычно плоское тело и голову такой овальной формы, что ее стали называть скульптурой пришельца. На фантастические космические ассоциации также наводят выступающий крупный нос, большие глаза, руки-петли и даже то, что лицо изображено как бы вдавленным в голову, создавая впечатление скафандра. Шумиха вокруг подобных артефактов ученым не нравится, и в недавней статье они закрыли тему пришельцев новой смелой гипотезой, заявив, что подобные статуэтки, возможно, использовались в качестве балансировочных грузов. Известно, что некоторые ранее найденные маленькие фигурки весят 26 граммов. Но есть и такие, масса которых оказалась гораздо большей. Но измерения показали, что она почти всегда точно кратна 26 граммам. Исходя из этого, ученые предположили, что статуэтки входили в комплект повседневных инструментов для измерения веса. Археологи обнаружили два фрагмента древней стены, которые могут содержать самое раннее свидетельство существования календаря майя. На одном из них изображена голова оленя, украшенная точкой и линией, что представляет собой одну из дат 260-дневного календарного цикла. Фрагменты были найдены в древнем храме пирамидальной формы, построенном на территории современной Гватемалы в Центральной Америке. Разбирая кусочки гипса, извлеченные из основания пирамиды, ученые нашли два идеально подходящих друг другу фрагмента, которые образовывали символ соответствующей даты. Вероятнее всего, фрагменты попали в это место из остатков обширной платформы, которая в древности позволяла отслеживать астрономические события и учитывать время. Ученые выяснили, что таблички относятся к 200 году до нашей эры. Древние цивилизации до Колумбовой Америки, Ацтеки, Майи и Сапотеки. Отслеживали время с помощью 13-дневных циклов, помечаемых числами, наряду с 20-дневными циклами, связанными с богами. В таком календаре каждому дню присваивался как номер, так и имя божества, что давало 260 уникальных сочетаний до полного повторения всего цикла. Индейцы могли пользоваться календарем для определения моментов проведения важных церемоний, отмечали в нем исторические даты и пытались с его помощью предсказывать события. Самые ранние свидетельства использования древними людьми календаря попадались на каменных памятниках, датируемых примерно сотым годом до нашей эры. Теперь археологи нашли свидетельства того, что календарь существовал как минимум на сотню лет раньше. Каменные круги Сенегала и Гамбии, впечатляющие обломки древней цивилизации. Своеобразный африканский стаунхендж, который озадачил ученых и путешественников, исследовавших его. Разные каменные кольца и мегалиты встречаются по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, но нигде нет такой концентрации, как на северном берегу реки Гамбия. Справедливо предположить, что наличие такой большой группы памятников подобного типа на относительно маленькой территории подразумевает присутствие в этих краях хорошо организованной динамичной культуры. Общая площадь достопримечательности составляет около 30 тысяч квадратных километров. Объект составлен четырьмя большими группами каменных кругов. Кольца лотеритовых столбов и связанные с ними погребальные курганы составляют обширный сакральный ландшафт, сложившийся за более чем 1500 лет и содержат много любопытных особенностей. Чаще всего это столбы с плоской вершиной округлой формы. Встречаются также конусообразные камни и фигуры с чешевидным дуплом в верхней части. Кольца состоят из стоячих камней в количестве от 10 до 24, расположенных в определенном порядке. Одной из отличительных особенностей является то, что почти все камни, образующие окружность, имеют одинаковую высоту и размер. Самые большие камни ориентировочно весят около 10 тонн каждый. По результатам лабораторных исследований в Университете Дакара, было предположено, что эти памятники были построены в диапазоне между III веком до н.э. и XVI веком н.э. Археологи также нашли гончарные черепки, человеческие захоронения с предметами быта и металлическими изделиями вокруг мегалитических кругов. Предположения о назначении колец Сенегамбии строились на трудах исламских историков и наблюдателей. Согласно одному из документов, если группа камней состоит из объектов разного размера, это значит, что здесь совместное захоронение взрослого и ребенка. Если камни имеют V-образную форму, то это могила двух близких родственников, умерших в один день и похороненных вместе. Считается, что круги построены вокруг курганов царей и вождей. Мегалитический памятник Сенегамбии внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и являются уникальным проявлением строительства и погребальных традиций, которые сохранялись на протяжении тысячелетий.